Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о приговоре суда за убийство многодетной матери. Достал нож, топор и начал избивать. Сожитель нанес ей несколько ударов топором по голове. Покажем, как нетрезвый мужчина напал на полицейского. И расскажем финал этой истории. А также смертельная авария в Зеленодольском районе. Скорее всего, переводит. Вот говорит тоже. И хроника дорожных происшествий Казани. Это и многое другое прямо сейчас. Приговор за жестокое убийство многодетной матери вынес Нижнекамский городской суд. Страшная история произошла почти год назад. Ранним утром 44-летний мужчина с топором накинулся на свою сожительницу. Ее родственника в это время дома были несовершеннолетние дети погибшей женщины. Ласох Медянова расскажет о вердикте суда. Следствие шло почти год. За это время установили. Причина страшного убийства – ревность. В конце июня прошлого года 44-летний мужчина пришел к своей 40-летней сожительнице ранним утром. На часах не было еще и шести. В ту ночь у женщины ночевал ее дальний родственник. На него первого мужчина и накинулся. Достал нож, топор и начал избивать. Я нашел момент, через балкон убежал, вызвал милицию. Затем, как установили следователи, он обросился и на женщину. После нескольких ударов обухом топора по голове она скончалась на месте. Затем мужчина полоснул себя ножом по горлу. Рана оказалась поверхностной и угрозы жизни не представляла. В момент трагедии дома находились дети погибшей женщины. Их забрали соседи. Четверо из пяти – несовершеннолетние. Дома не было старшей дочери. Потом она долго не решалась зайти в квартиру. Жители подъезда считали семью неблагополучной. Оба судимы. Она за сбыт наркотиков освободилась условно-досрочно в 2018-м. Он по той же статье, но вышел на год раньше. Вышла, нормально вроде бы, а вот с этим сошлась. Вот что произошло, не знаю. Но он ее последнее время, видимо, побивал. Потому что она кричала, Ромочка, не трогай, не трогай, не трогай. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям. Убийство, покушение и развратные действия в отношении несовершеннолетних. Сам он вину не признал. Но суд счел доказательства достаточными и приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок полтора года. В законную силу приговор не вступил. И у подсудимого есть время на обжалование вердикта. Алсо Хмедзянова, Вызов 112. История, прогремевшая на всю страну во время ток-шоу на федеральном канале, заинтересовала Следственные комитеты и прокуратуру республики. Две девушки из Татарстана заявили, что 8 лет назад, будучи детьми, они стали жертвами сексуальных домогательств со стороны отчима. 42-летнего мужчину задержали прямо на телестудии и возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям. О чем говорили пачерицы и что намерена делать прокуратура, ответы на эти вопросы у Айгульбы Трудиновой. В 2012 году действительный трешил Шавкат. Кого? Тебя? Да. Это признание, сделанное во время ток-шоу на федеральном канале, вызвало немалый интерес со стороны правоохранительных органов. Во время передачи две сестры в возрасте 20-22 лет из Зеленодольского района заявили о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима, который также находился в студии. На момент описываемых событий девушкам было 12 и 14 лет. Клабо я открыл сочину? Ну, он заставлял. Был? Ужас. Это признание на всю страну. Ужас. Я не могу тебя сажать в тюрьму. Ты извращенец. 42-летнего мужчину задержали сотрудники полиции прямо в телестудии. В отношении татарстанца возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Возбуждено уголовное дело по статьям изнасилования и насильственные действия сексуального характера. По версии следствия, в период времени с 2008 по 2020 годы, злоумышленник, угрожая расправой, насиловал своих падчерей с 1998 и 2000 годов рождения. Сам же задержанный вину не признал. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. К делу подключилась и прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме этого, прокуратура обеспечит надзор за расследованием уголовного дела и принятием по нему законного и обоснованного процессуального решения. Расследование уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. Айгуль Бодрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Нетрезвый житель набережных Челнов сегодня утром угрожал взорвать дом и открыл газовые конфорки у себя на кухне. Чем ни на шутку испугал соседей. Мужчина давно и много пил. И что ожидать от него, жители дома просто не знали. Нафиса Минязова с подробностями. Около 9 часов утра житель одного из домов Автограда сообщил соседям, что дома вскоре больше не будет. Он угрожал взорвать здание. Для выполнения обещания открыл на своей кухне все конфорки газовой плиты и ждал, пока накопится газ. Соседи поверили, мужчина давно и сильно пил. Что от него можно было ожидать, никто не знал. В милиции приехала. С женой развелся. Двое детей у него. Здесь, получается, он один жил? Ну, с сыном жил. Ну, он пьянцев любит. Алкаш. Пьет он. Постоянно пьет. Приехавшие на место сотрудники газовой службы оперативно отключили подачу голубого топлива. И трагедия удалось избежать. Мужчину задержали и доставили в наркодиспансер. В прихраническом алкоголизме. В конце второй, начале третьей стадии часто бывает охлаждение видеоалкогольных психозов или белая горячка. Которая сопровождается двигательным возбуждением, психозом, галлюцинациями зрителями, слуховыми. В этом состоянии люди бывают неадекватными. Они опасны для себя и окружающих. Могут и себе навредить, и на других напасть. Как только мужчина пройдет принудительный курс лечения, им займется полиция. В Чистопольском районе нетрезвый мужчина нанес побои полицейскому. Обещал отобрать пистолет и застрелить. Все произошло 28 мая. В дежурную часть поступило сообщение о нанесении побоев и угрозе ножом. Прибыв на место в село Александровка, правоохранители увидели группу нетрезвых людей. Один из мужчин вел себя агрессивно, оскорблял и несколько раз ударил полицейского. 38-летнего мужчину быстро заковали в наручники и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Суд назначил ему трое суток административного ареста. За нападение на полицейского было возбуждено уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти. К слову, мужчина был неоднократно судим, в том числе и по этой статье. Один человек погиб, еще двое пострадали в страшной аварии в Зеленодольском районе, недалеко от села Протопоповка. Водитель Лады 10-й модели на высокой скорости вылетел с проезжей части прямо на мачту освещения. Автомобиль от удара разорвало на части. Съехал с проезжей части, совершив наезд на опору от дорожного освещения с последшим опрокидыванием. Пассажир погиб на месте. Водитель и снова. Еще один пассажир без провисовки в городе Зеленодольском районе. Четыре автомобиля пострадали в результате аварии на улице Космонавтов. Как рассказали очевидцы, причиной всему стал неосторожный маневр девушки-водителя Hyundai Solaris. Она стала поворачивать налево, не пропустив встречный Renault Captur. После удара кроссовер вылетел с дороги на тротуар, чудом не сбив пешехода, врезался в припаркованный Hyundai, который откинуло настоящую по соседству Kia. Их владельцы пришли позже и увидели уже разбитые машины. В аварии никто не пострадал. Участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Девушка отказалась рассказать, по какой причине она не пропустила встречную машину. Два человека пострадали в результате утренней аварии на улице Большая Крыловка. По предварительным данным, пожилому мужчине прямо во время движения стало плохо. Он потерял управление и наехал на бордюр. Машина перевернулась и остановилась, только вылетев с дороги на трамвайные пути. Аэрод Назипов был на месте происшествия. 46-летняя пассажирка Нивы отделалась всадинами и ушибами. А у 69-летнего водителя медики заподозрили черепно-мозговую травму и вы их плеча. Пенсионера срочно госпитализировали. Скорее всего перевернул. Вот говорит тоже. Автомобиль, как установили инспекторы, наехал на бордюр. Перевернулся и снес ограждение проезжей части. После кульбита Нива вновь встал на колеса. Но уже на трамвайных путях. Столкновения с другими машинами не было. Плохо стало человеку. Как предположили очевидцы, на состояние водителя повлияла жара. К тому же машина пенсионера не оборудована кондиционером. Пока инспекторы оформляли все документы и восстанавливали хронологию событий, скопилась громадная очередь из трамваев. Движение общественного транспорта в одну сторону надолго было полностью парализовано. Аэрод Назипов, Константин Буршуев, Возов 112. Безжизненное тело мужчины обнаружили в трансформаторной ботке в поселке Гэсавтограда. Предположительно, скончался он от поражения электрическим током. Сейчас следователям предстоит выяснить, каким образом тот проник внутрь подстанции и с какой целью. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин